Экебаны из пластиковых бутылок, шин, мягких игрушек и других подручных материалов. У каждого жильца дома свое представление о том, как должен выглядеть красивый дворик у подъезда. Фантазия проживающих на улице Адоевского затмила работы, наверное, самых смелых авангардистов. Мы всем двором тут то, что может, копаем, красим, белим там. Вот эту пальничку, видите, бутылки порезал и покрасил, поставил туда к сирене. Она на свету, когда стонца оттуда так аж пылает. Для пластиковой оранжереи жильцам потребовалось немало. Собирали разбросанные по скверам и дворам бутылки. Всем домом периодически обновляют дворовую экспозицию. Меняют старые игрушки на новые, красят шинных лебедей. Лебеди сделаны из покрышек автомобильных, раскилены, покрашены. Скамейки сами делали, собственно, ручно, варили в уголки. Все такие скамейки, видите, какие? А у нас со спинками. И сами покрасили, сами доски нашли. А это уже частное подворье на улице Иверы Слуцкая. Оно знаменито своими воронами, увидев которых в темноте, можно и испугаться. Но автор шедевров уверяет, еще никто не пострадал. Сначала начали делать павлинов. Потом перешли на что-то попроще. И они делаются быстрее, так как это красиво и легко. Было довольно много времени, и из-за этого начали делать зимой их. И потом вывешивать летом. Пластиковые бутылки обязательно. Краски. Потом у нас проволока. И могут быть какие-то украшения, глазки от мягких игрушек. И все-все-все используется. Врачи против мягких игрушек во дворе. Если первое время плюшевая композиция выглядит симпатично, то потом начинает нить. Это благоприятная среда для разношения множества инфекций, для сохранения его. Помимо того, бродячие животные ходят, метят территорию, ласятся о ребенок. Если он находится не под присмотром родителя бдительного, может подойти, начать тискать, трогать эту игрушку. Естественно, это контакт с различными инфекциями. Начиная от микроспории, заканчивая кишечной инфекцией. А вот ЖЭСы не только не запрещают, но поддерживают инициативных граждан. Подчеркиваю, что многие и на республиканском субботнике не присутствуют. А здесь люди в свободное время и порой за собственные деньги обустраивают приподъездные площадки. Многие к нам обращаются, мы помогаем. Где-то советом, где-то даже помощью в плане приобретения цветов для клумб. В период месячника мы высаживали кусты, зеленяли нашу территорию. Сейчас у нас идет посадка цветов. Именно обустройство цветочных клумб. В мире существует такое направление, как апсайклинг, когда люди используют отходы для создания предметов искусства и аксессуаров. Но экологи замечают, что, как правило, то, из чего делают импровизированные скульптуры, можно отправить на переработку, а не давать им вторую жизнь во дворе. Люди жгут листву или траву у себя во дворе. И это может перекинуться на эти импровизированные формы. И этот же самый лебедь или пальма из пластиковых бутылок может загореться. А когда горит пластик, это дополнительная опасность. Не только пожароопасность, но и то, что выбрасывается огромное количество токсических веществ, диоксинов в окружающую среду. И люди этим дышат. Если вы хотите украсить свой двор, экологи советуют использовать натуральные природные материалы, любые растения, деревья, камни. Можно экспериментировать и с тканями. А другим отходам лучше дать вторую жизнь, отправив их на переработку. Например, те же шины могут стать крошкой для футбольного поля, а пластиковые бутылки превратятся в городские скамейки. Марина Мороз, Никита Шевцов, Виталий Мотин. Наш утро.